Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 50 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. Сначала хочу вас познакомить с экосистемой недвижимости Метр Квадратный, которая создала удобный и безопасный сервис, помогающий купить или продать квартиру онлайн. Теперь вы можете быть уверенным, что сделка пройдет спокойно. Здесь вам быстро подготовят договор купли-продажи, помогут собрать все документы, обеспечат безопасную оплату объекта недвижимости с помощью специального счета ВТБ и возьмут на себя подачу документов в Росреестр. Продавец получит деньги только после завершения всех юридических процедур. Для совершения сделки вам достаточно один раз приехать в отделение ВТБ, все остальное делается в личном кабинете онлайн на сайте m2.ru. После регистрации сделки в Росреестре покупатель становится собственником объекта, а продавец получает деньги. Ссылка на сервис в описании к видео. Сегодня будет видео по материалам мнения экспертов Банк оф Америка о надвигающихся проблемах на фондовом рынке. Экономисты привели три причины приближения обвала рынка. Они считают, что те факторы причины основные. Это интересно, смотрите. К тому же я слегка дополню эти причины статистикой, логикой и приведу свое мнение. Кроме того, будет и сам прогноз по величине падения рынка на конец текущего года от Банк оф Америка. Поехали. Вначале небольшая прелюдия. Поймете почему. Так вот, на фондовом рынке надолся пузырь. Это очевидно по большинству мультипликаторов. На экране графика он показывает разницу между ростом S&P 500 линии синего цвета и корпоративной прибылью после налогоблажения. График оранжевого цвета. В нормальной ситуации не должно быть такого большого разрыва. Ну, я думаю, это очевидно, потому что здесь вот этот график за несколько десятилетий. Текущий и продолжающий рост оценки фондового рынка забежали далеко вперед. Это тоже видно по графику. А реальные экономические показатели пока отстают очень сильно. Но при этом экономическое восстановление после пандемического шока все же происходит ударными темпами. По данным FactSet, около 90% компаний из S&P 500 отчитались лучше, чем ожидалось во втором квартале. Согласно анализу FactSet, темпы роста прибыли компаний, входящих в S&P 500, составили в среднем 89%, что является самыми быстрыми темпами роста прибыли из четвертого квартала 2009 года. Реальная экономика восстанавливается и скорость этого роста высока. Такая неплохая отчетность в оккупности с умиротворительными заявлениями и мощной стимулирующей поддержкой Федрезерва позволяет фондам рынку надуваться и дальше. S&P 500 продолжает ставить рекорды. Редкие коррекции выкупаются даже слишком быстро. Ну вот это реальность, это то, что есть сейчас. А теперь о проблемах и признаках скорого обвала, по мнению специалистов Банков Америка. Первое, на чем сфокусировались экономисты банка, это упоминание об инфляции в корпоративных отчетах о прибылях и убытках. Эксперты отметили, что эти упоминания продолжали расти. Упоминания об инфляции выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего упоминается инфляция рабочей силы, за которой следует инфляция цепочек поставок. Компании таким образом пытаются найти рабочих и сырье для обслуживания экономики. Эти потребности растут быстро. Последовательное и существенное ускорение инфляции, о котором говорят руководители многих компаний, приведет к тому, что, по мнению экспертов Банков Америка, инфляция может остаться проблемой и в 2022 году, и, вероятно, будет препятствием для дальнейшего роста прибыли компаний. А это очень важно. По сути, проблемы будущих прибыли являются второй причиной, признаком надвигающейся распродажи на фондовом рынке. Эксперты Банка отмечают, что консенсус-прогноз по марже во втором полугодии будет умеренным и ожидают, что чистая рентабельность достигнет 12,6% в третьем квартале и 12,5% уже в четвертом квартале. Во втором квартале, кстати, было больше, там было 13%. Цитирую ведущего экономиста Банков Америка. «Если ценовое давление продолжит усиливаться, то мы можем увидеть большой риск снижения рентабельности во втором полугодии». Конец цитаты. А вот тут я добавлю от себя, чтобы было понятнее, почему прибыли компании способны снизиться при большой инфляции, ну то есть при сильном росте цен. Тут все просто. Растут цены на комплектующие, растут затраты на логистику. Ну вот для примера приведен график роста стоимости контейнерных перевозок из Китая. Это даже не рост, а мощный всплеск. И учитывая все эти затраты, производителям приходится поднимать отпускные цены. Я знаю, что говорю, у меня на работе именно такая ситуация. И комплектующие выросли в цене, и по стоимости перевозок полный неадекват. Так вот, ценам приходится переписывать активно, так как бизнес должен зарабатывать. Еще и сотрудники хотят повышения зарплаты, так как морковка подорожала. Но проблема-то в том, что конечные потребители не разбогатели резко, чтобы спокойно и не напряжно покупать товары по новым заметно повышенным ценам. Дорожают продукты, ЖКХ и так далее. Зарплату повышают далеко не всем, некоторым даже снижают. Реально располагаемые доходы растян не растут, а наоборот снижаются уже который год. И поэтому становится очевидно, что спрос на подорожавшие товары будет снижаться и смещаться в нижний ценовой сегмент. Снова будет снижаться качество. Но не буду отдаляться от темы ролика, продолжаю давайте по теме. Третий признак будущего скорого обвала на фондовом рынке, по мнению экспертов Банков Америка, это появление мрачных прогнозов относительно рентабельности, а именно негативные корпоративные настроения. Корпоративные настроения, то есть вот ожидания прибыли ухудшаются. И если это передастся инвесторам-покупателям, если они увидят реальное снижение прибыли, то это вполне может стать поводом для распродаж. И вот по итогам всех тех исследований и анализов Банков Америка смоделировал снижение к концу года оценок рынка по S&P 500 на 14%. Вот такой прогноз. Ну, вроде как даже не страшно. Ну, на сегодня это все. Всем здоровья, большого профита, да пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует...